Что произошло? Вот они зависли! Привет, друзья! Хочу рассмотреть несколько заинтересовавших меня броска, которые произошли на Олимпиаде. Давайте сначала обернемся к Тедди Риннеру, непобедимому. К Тедди Риннеру, который до сих пор не проигрывал. И вдруг он проиграл Тамерлану Башаеву, борцу из России, конкретно из Чечни. Как он проиграл? Я еще помню, в 2012 году в Лондоне, когда Тедди Риннер боролся с Михалином, у Тедди было одно очко. И он до конца времени убегал. Тогда еще можно было убегать. Михалин все хотел с ним, как говорится, побороться малость. А тот убегал. У него тактически такой прием был убегать. Тогда еще можно было убегать. Сейчас этого делать нельзя. Сейчас бы Тедди Риннер, если с Михалином боролся по новым правилам, то его бы засудили почистую и выпнули. Потому что так делать нельзя. Ну ладно, бог ему судья. Теперь уже другие правила, убегать нельзя. На Мерлан Башаев. У него тактический прием другой. Он зашел на Ипан-Сианага. Когда они боролись с Тедди Риннером, а Тедди Риннер – большая машина. Мерлан, объясню, немножко поменьше. Что произошло? Мерлан зашел на Ипан-Сианага. Кто будет делать? Не будем показывать пальцы. Будет делать Денис. Молодой, озорной. Вот, они зависли. Они просто-напросто зависли. Риннер очень большой. Как говорится, стоит как скала. Что сделал Камерлан? Он просто-напросто что сделал? Просто-напросто развернулся к Риннер и толкнул его. Вот упал, вся победа засталась к Камерлану. Отличный тактический ход. Сделал Камерлан. Он просто-напросто завис, развернулся потом. Тедди назад тянул. Да, Тедди тянул назад своей массой. Еще не понял, в чем дело. А тот просто-напросто встал и толкнул его. И Тедди улетел. Можно сделать коучи Гарри или коучи Макикон, если вы упадете. Все точно так же. Все точно так же. Завес. Это трюк, как говорится. Это обманка делается еще быстрее. Просто-напросто вы зависаете. Денис хочет сделать и пансионага. Давай еще раз. Все. Зависаете. Не получается. Я тянул назад. О, делаю подсечку. Я так понимаю, что у Томерлана это была не заготовка. Он просто уже... Может быть, в принципе, это и заготовка была, если зависнешь, что противника толкать. Но мне кажется, что просто-напросто он по интуиции действовал. Он понял, что Ране тянет, еще стоит, ничего у него не получилось, у Томерлана я имею в виду. А Ране тянет назад, он не хочет падать вперед. Ну, просто-напросто наш дедуид взял и лополкнул тут. Под воздействием своей массы и своей энергии упал на дотами и проиграл. Поздравляем Томерлана с победой. Победа заслуженная. Всем пока.